Разве можно представить себе наш мир без цветов? Без них сама красота бы погрустнела. Человек начал любоваться цветами с того момента, как почувствовал себя человеком. С древнейших времен цветы наши постоянные спутники во всех моментах нашей жизни. В любом своем проявлении цветы не просто источник красоты, они также позволяют нам выразить бесконечное множество чувств. Представьте, что когда наступает весна, на землю спускается фея цветов и украшает весь мир. Мы должны научиться видеть эту красоту, ведь только связь с природой дарит радость творчеству. Смастерить поделку своими руками это здорово, научить мастерить других это ценно, разделить радость успеха с друзьями это счастье. Вот я и делюсь с вами этим счастьем. Для начала мы возьмем два белых листочка, чтобы нарисовать саму тамбру. Я соединю с помощью клея, заклеиваем и будем рисовать. Возьмем плотный картон, и перенесем наш шаблон. Теперь вырезаем, теперь в нашей дамбре мы сделаем немножко объем, сзади она будет объемная, значит мы сейчас кладем на картон, а вводим только вот эту часть, еще раз и вырезаем ее. С помощью газеты мы будем делать здесь объем. У меня есть такая вот красивая бумага, можно взять любую, какую вам понравится. И обтягиваем, с обратной стороны обклеиваем и у нас в результате получается вот такая вот. Так, и теперь мы с вами будем декорировать нашу дамбру. Я взяла вот такой вот узорчик, вырезала шаблон, теперь его вырежу я из этой же блестящей такой бумаги. Вырежу его вот здесь вот он будет. Дальше вот эти квадратики мы будем здесь тоже делать из этой бумаги. И вот такой маленький тюльпанчик, он пойдет у нас вот сюда. Теперь все наши узоры я буду вырезать из бумаги. Вот я вырезала, разложила, теперь с помощью клеем ПВА я все это приклею. Также из черной бумаги я вырезала кружочек, который он будет здесь вот приклеиваться и вот такие вот маленькие. Они будут приклеиваться вот сюда. Теперь будем приклеивать обратную сторону. Вот так. Приклеивать я буду с помощью горячего клея. Вот у нас получилось вот так. Теперь чтобы не сгибалась, мы немножко ее укрепим, то есть поставим палочку. Вот так приклеим. Опять же с помощью горячего клея. Теперь возьмем ниточку и сделаем струны. Берем кусочек картона, обклеиваем его цветной бумагой и будем один кусочек приклеивать вот сюда. И второй будем приклеивать вот здесь. Приклеивать будем с помощью горячего клея. Наносим вместе уже с ниточкой, чтобы ниточка оказалась у нас внизу. И приклеиваем вот так. С этой стороны приклеиваем точно так же. Дополнительно украсим вот такой кисточкой. И вяжем ее вот сюда. Вот такая у нас получилась дамбра. Теперь дополнительно мы будем украшать нашу дамбру вот такими цветочками. Для этого нам нужна будет бумага цветная А4, канцелярская. Значит, складываем бумагу пополам. Еще раз пополам. И можно еще раз пополам. Это для того, чтобы вырезать сразу несколько цветочков. Вырезаем вот такой шаблон цветка из бумаги. И теперь прикладываем его и обводим. Теперь вырезаем. После того, как вырезали, у нас получилось сразу вот столько много цветочков. Для одного такого цветочка нам нужно две заготовочки. Одну оставляем цельную. Второй вырезаем два лепесточка. Вырезали вот такое сердечко. Теперь берем клей ПВА. Смазываем краешек. И заклеиваем. Здесь, чтобы не было остро, немножко придавливаем. Наносим клей. И приклеиваем по середине. Делаем серединку цветочка. Возьмем ножницы, лишнее отрежем. С помощью горячего клея приклеиваем. Серединку можно сделать какую-нибудь бусинку или пайетку. Приклеить. И тоже будет смотреться красиво. Вот такие у нас получились цветочки. Приклеивать мы будем дамбру на вот такую подставочку деревянную. Можно взять просто какой-нибудь картон вырезать. И будем ее вот так приклеивать. С помощью горячего клея наносим снизу клей. И приклеиваем. Немножко подержим. Чтобы более прочно стояло, мы возьмем шпажку и приклеим ее вот так. Теперь цветочками будем украшать нашу дамбру. Вот такая интересная у нас получилась отделка дамбра. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!